...коллективы, своих специалистов, которые работают тоже со своими людьми. Так вот, здесь со стороны райской цивилизации сейчас завязывается вот этот последний бой, и работники этого телепатического канала связи, а это фактически идет Сергия Ворада, вот этот коллектив специалистов от цивилизации Ной называется Сергия Ворада. Он же идет еще как и Георгий Победоносец, вообще этот коллектив. И эти люди сейчас очень рискуют. Да, нельзя, понимаете, перешагнуть через запреты, через таможню, там очень сильная таможня. Но находят лазейки, в общем, всякие и, в общем, рискуют, идут, как говорится, на прорыв. Старший дважды восстает против своих братьев. Старший... Ну, братья здесь как отрасль, от отрасли и еще там от отрасли и так далее. То есть... Отрасль от отрасли и еще там от отрасли и так далее. То есть есть старшее поколение, есть младшее и еще более младшее. Значит, старший, более терпеливый, более спокойный, более рассудительный, негорячий. Часто, значит, вы стоят против своих же собратьев, которые иногда порят горячих. Но я вам говорила на той лекции, что даже в битве, вот в этой 3-4 октября, израильской цивилизации было несколько человек, которые просто не могли выстоять. Когда заиграл, значит, там... Заиграли марши, пошли вот эти революционные песни, они не удержались. И примкнули к Рудскому и Хасбулатову. Все они... Я уже говорила, что все-все они погибли. Из-за гнева, ненависти и зависти двое умрут. То есть все примешивается здесь. Конечно, антимеру выгодно их на свою сторону привлечь. Но здесь все буквально смешалось. И гнев, и ненависть, и зависть с какой-то другой стороны, чтобы, значит, посодействовать чему-то. И фактически здесь райская цивилизация квантового мира бунтует, может быть, иногда уже против райской цивилизации Ноя. Что те очень горячие, слишком прыткие, слишком горячие. Очень череп. Лезут поперек батьки в пекло. Вот этот, который посвящен очередям в мавзолей на Красной площади. Все жители Илья Рда окажутся в мазеле. Всем предлагается посмотреть на смерть, на Луаре и на Сене. Морской поток подойдет к Атвилю, когда подъем откроет проход. Ну, я помню, что уже там с раннего утра, значит, уже выстраивалась очередь в мавзоле Ленина. Так вот, все жители Илья Рда. Что такое Илья Рда? Составлено из двух слов. Ильич и Орда. То есть сторонники Ильича. Орда Ильича. Ильича окажутся в мазеле, в мавзолее. Всем предлагается посмотреть на смерть, на Луаре и на Сене. Луара. Луара идет от немецкого слова «лува артс». По-немецки это означает «по ветру». По ветру, то есть по ветру это флюгер, ориентир, но и вождь, лидер. Значит, посмотреть, ну, еще от слова можно расшифровать лауреат. Посмотреть на, значит, на смерть на Луаре и на Сене. Почему на Сене? Здесь не река сена, а слово означает самое настоящее наше, вот это сено, которое бывает скошено для заготовки на зиму. Сено – высушенная трава, которая предназначена для длительного хранения. Мумия в какой-то степени имеет аналог с сеном, подобие. Мумия тоже для длительного хранения, тоже высушенная, неживая ткань. Морской поток подойдет к отвилю. Морской поток, то есть вот эта очередь. Отвиль – это ворота, проход, разрешение. Морской поток подойдет к отвилю, когда подъем откроет проход. В других катренах проход заменен почему-то словом «Испания». Но фактически это все равно будет проход или подъем. Испания еще расшифровывается как подъем. Восход. И даже фактически, если взять, в других катренах имеется там в виду еще слово «пан», в этом слове «Испания», то все равно даже «Испана», страна «Испана», то есть из бывшей царской России. Бардо, Пуатье, при звуках накануне битвы. С большим флотом дойдут до Анконы. Напротив галлов будет и северная звезда. Когда отвратительное чудовище родится почти рядом с Аргоном. Бардо, значит, здесь народ, ну, подкрашены и красные, и малиновые, и сиреневые, и красные через черточку красные. Пуатье, распутье. То есть на распутье всех дорог, тут, в общем, на узловой станции. При звуках накануне битвы, то есть перед самой основательной, так сказать, глобальной битвой. С большим флотом дойдут до Анконы. Под флотом кодируются, значит, партии, а партий сейчас много. Дойдут до Анконы. Анкона из двух слов тоже составлено. Ан означает это вокруг, около, а конно, конус. Под конусом шифруется пика. Пика, вот Кремль тоже имеет пиковый верх. То есть Анкона имеет в своем содержании понятие Кремля. Это Кремль. Напротив галлов будет и северная звезда, аквилон. Опять-таки галы, это народ Галлия, это народ райской цивилизации и их сторонники. Северная звезда, это аквилон, как вы уже знаете. Отвратительное чудовище, родится почти рядом с Аргоном. Это партия Жириновского. Под Аргоном фактически идут аргонавты. Как помните, значит, команда аргонавтов выходила из Греции. Они собирались со всей Эллады, со всей Греции. Под аргонавтами, кстати, идут и пророки. Идут и политические деятели от Древней Греции, которые сейчас задействованы на российской арене. В числе аргонавтов есть и Ельцин. Так вот, рядом с Аргонавтами рождается чудовище, отвратительное, жуткое чудовище. Партия Жириновского. Боги появятся перед людьми. Они будут авторами большого конфликта. Раньше небо было чистым, потом шпаги и копья, которые будут склоняться к левой руке. Вот, значит, в проявлениях нашего апокалипсиса, разумеется, мешается небо, при том самое верхнее небо. Всевышний дает разрешение на этот последний бой. Зачитываются очки каждой стороне. Регионы потустороннего мира сдают свои экзамены и набирают очки за счет своих контрольных групп, которые здесь, в общем, размещены на этой территории. Но я немножко скажу об этом. Здесь не только выдана Германия и другие страны этой коалиции, которые участвовали в войне 1941-1945 годов, а также и те страны и народы, которые воевали против России 1917 года. Но здесь, на территории России, еще выданы к рождению так называемые контрольные группы, образцы. От каждого региона, от каждого маленького общества, даже от крупных научных центров, от монашеских объединений, от каких-то таких структур, обособленных потустороннего мира. Притом, эти контрольные группы выданы сюда к рождению в полном соответствии с тем количеством населения, которое находится там, в потустороннем мире. Так, например, монашеский орден ионитов в потустороннем мире выдал всего-навсего два человека сюда от своего, значит, общества. И эти делегаты, эти делегаты, как они зарекомендуют себя? Вот в нашей жизни, какое количество баллов и очков они наберут вот в этой нашей повседневной деятельности? Вот эти очки будут распространены и на весь тот народ потустороннего мира, на весь тот регион. Это не важно, что народ того региона будет где-то там в Италии, в Индонезии, в Индонезии или где-то там еще в другом месте. Но контрольные группы от того региона есть у нас на территории России. И вот как они сработают вот в это последнее время, как они зарекомендуют себе во время апокалипсиса, их очки будут полностью, значит, распределены на весь, на все это общество. Ибо как поведут себя эти люди, точно так же бы повел себя любой человек с того региона и здесь. Потому что каждый регион в потустороннем мире имеет определенную шкалу качественную. Вот от сих и до сих такой-то интеллект, такая-то разумная плазма и так далее. Такие-то интересы, такие-то наклонности. Они все одинаковы по интересу там. И вот эти контрольные группы сейчас, значит, фактически являются делегатами от своего региона. Как они сработают? Вот Шамбала тоже дала сюда своих делегатов. Вот она, это два ее пророка идут. В общем, как поведут, так этот народ получит. Проиграют эти делегаты, здесь вот не наберут они, значит, проходного балла. Народ, этот народ с этого региона, с потустороннего мира не проходит на эпоху бессмертия. Автоматически. Понимаете? Катрин Катрин относится к статусу. Сталину. В порту Селин тирана предадут смерти. Однако свобода не будет обретена. Новый Марс мстит и вызывает угрызение совести. Дама почитаема силой страха. Дама, здесь власть Сталина, его, это, правящая верхушка. В порту Селин под Селином идет Луна. В порту Селин, опять-таки, надо понимать с мавзолеем. Порт это пристанище, Селин это Луна, Ленин идет под Луной, Селена, Селена-Луна, расшифруйте, опять-таки, разбейте Селену. Селена. Ленин брал себе имя, псевдоним от реки Лены. Здесь вот прямо прямой такой подтекст. Так вот, порту Селин это мавзолей, тирана предадут смерти, это Сталина. Сталин тоже вначале был помещен в мавзолей. Однако, свобода не будет обретена. Даже после смерти Сталина, все равно идет Хрущев, Брежнев, но свободу народ не получает. Новый Марс мстит и вызывает угрызение совести. Вот за все это, как говорится, бог войны Марс тоже бьет и хорошо бьет. Да, мы почитаем, лишь силой страха. То есть, вот та власть, которая была оставлена Сталином, она почитается лишь силой страха. Хотя, конечно, стало много свободней и мы не стали так бояться, но тем не менее, все равно, партийная власть, она все равно давила. Порторги везде имели, конечно, все равно сильное влияние. Я сама помню по себе, потому что я работала помощником капитана по производству на раболовном судне, и у нас парторганизация это было, это был бог, это был хозяин, это было все. Которым посвящен Горбачеву. Тот, кому будет поручено уничтожить храмы, секты, измененные по прихоти, повредит больше скалам, чем живым людям, их уши будут полны красивых слов. Но, на Горбачева, конечно, ставилась большая программа разрушить союз, разрушить партию, но у него не очень все это хорошо шло, все это было сделано только под самый момент уже. Там действительно был приказ, вот и дальше по Катренам идет, что уже Горбачев получил прямо мысленный приказ в голову разрушить партию, дать ей полностью отставку. Так вот, тот, кому было поручено уничтожить храмы, то есть власть, структуру власти, строй, секты, это партийные ячейки, партийную организацию, измененные по прихоти, то есть это уже была не коммунистическая партия ленинского типа, повредит больше скалам, чем живым людям. Ну что, он распустил, опять Зюганов все собрал. Их уши будут полны красивых слов. Ну, Горбачев любил очень хорошо и красиво говорить, при том так долго, так пространно. Я всегда завидовала, думаю, ну это ж надо, как у него все хорошо льется. У монастыря будет найден ребенок-близнец. В его жилах кровь героического пожилого монаха. Влияние его на секту будет велико. Скажут, что он высоко поднялся. Вовсе не о монахе речь. Хотя в какой-то степени да. Катрин посвящен Сергею Родонежскому. Но был аналог, был такой монах. Имя как подобие, потому что вот этот коллектив с телепатического канала связи, который работает от райской цивилизации, идет как Сергея Рада. Поэтому Сергей Радонежский на самом деле это вот тот ансамбль. Видите, в его живых кровь героического пожилого монаха. То есть названа, то есть имеется одно и то же имя. Влияние его на те, кто будет велико, скажут, что он высоко поднялся. Но с другой стороны под Сергием Радонежским выходил и работник от этой же Сергиевой Рады там сверху. Но Радонежский помогал Дмитрию Донскому и помогал очень здорово. Помогал Русь объединить, помогал в войне против. Татар В Аквитанию из Британских островов будут сами собой совершаться большие вторжения. Дожди, заморозки сделают местность труднопроходимой. Из порта селены будут исходить сильные влияния. Аквитанию из Британских островов. Вот Россия, поскольку она находится под Северной звездой, это будущее наследие Аквилона, она вот названа здесь как Аквитания. С Британских островов, то есть с подземного Аида, с первых нижних поясов Аида, опять-таки вы уже знаете, что такое уже Британия, бритые идут. Будут сами собой совершаться большие вторжения. Это гитлеровские вот эти полчища 1941-1945 годов. Но дожди, заморозки сделают местность труднопроходимой. Видите, война там насколько сдержалась. Из порта селены будут исходить сильные влияния. Вот вчера расшифровывал Катарин Прожукова, который имел в голове красного вождя. Вот, это все было из порта селены, от Луны, от Лены, от ударной группы Рая. Голубая голова причинит белой голове столько же зла, сколько Париж им сделал добра. Умерший в антенне великий человек будет подвешен на ветке, когда король скажет, какое количество его людей он взял в плен. Знамя у антихриста синее. Вот здесь голубая голова это как раз трон антихриста, его управление. Причинит белой голове, под белой головой идет вообще, можно сказать, население и даже правление, как бы совместное правление всего остального мира. вообще под белым флагом, под белым цветом кодируется эмблема международная. Вот в потустороннем мире, например, белый флаг имеет телепатический канал связи радуга. Откуда работают на телепатических мостах связи. их значит форма тоже вот специалисты этой радуги имеют форму белого цвета. Белый цвет это цвет международный. Белый цвет он включает все цвета, все оттенки радуги. Цвет у райской цивилизации малиновый, но цвет значит флага международной организации белый. Так вот значит антихрист струн антихриста антихриста принесет столько зла всем остальным людям, буквально всему остальному миру, включая там буквально всех. Столько зла, сколько значит сколько Париж им сделал добра. Под Парижем идет райская цивилизация. Пар, а слово пар, народ собранный отобранный. Умерший в антенне великий человек будет подвешен на ветки. Антенна опять значит мавзолей. Антенна то есть приема передаточного устройства. Мавзолей на Красной площади служил трибуной. Стояли вожди, стояло правительство, от них значит шли указания, значит приветствия, когда шли демонстрации. Они значит слушали народ в ответ значит были эти приветствия и так далее. то есть вот как антенна приема передающего устройства. Это вот как раз трибуна мавзолея. Так вот умерший в антенне великий человек будет подвешен на ветки, будет подвешен на ветки в будущем, то есть выставлен на обозрение. Вот раскрыт и ну как бы тайны обнародованы, все сокровенное выйдет наружу, все станет явным, быть подвешенным, значит то есть быть в центре внимания, быть полностью со всех сторон, значит осмотренным. Тогда король скажет какое количество его людей он взял в плен, это антихрист. Или же здесь может быть сатана, потому что Сталин почти на 99,9 население Советского Союза взял в плен. Все стали в общем-то служить ему, улыбаться и приветствовать. Но сейчас вот идет выход из плена. Катерин это тоже посвящен Сталину. В будущем сын Портнова окажется высоко вознесенным в царстве сильных. Его жестокой славы все будут бояться, но его детей изгонят из королевства. В будущем сын Портнова у Сталина отец был сапожником, но сапожник тоже портной. Почему края сапоги не то же самое, что и края портки? Тоже портной. Я считаю, что сапожник тоже портной. Ну, на языке шифра, конечно, понимаете? Так вот, сын портного окажется в высоко вознесенном царстве сильных. Его жестокой славы все будут бояться, но его детей изгонят из королевства. То есть плоды его творчества и его деятельности все будут на свалку. Катрен относится к Берии. Девять лет худой будет сохранять мир в королевстве. Потом он почувствует жажду крови. Из-за него умрет много народа без суда и закона. Потом его убьют более справедливый и добродушный. То есть Никита Хрущев. Видите, девять лет он, в общем-то, как бы вот такими своими злодеяниями не занимался. А потом, видите, потом он почувствует жажду крови. Из-за него умрет много народа без суда и закона. Действительно, так и было. Без суда и следствия. Прежде чем через долгое время все успокоится, нам следует пройти через очень мрачное столетие. В его конце положение масок и отшельников изменится. Мало найдется таких, кто захочет стать на их место. Катрен относится к нашему столетию и общему повествовательному характеру. В конце этого столетия положение масок и отшельников изменится. То есть многие люди под масками. Я уже говорила вчера, что антихрист, его армия вышла под маской, под красным знамением, что совершенно в общем-то не соответствует истине. Мало потом найдутся таких, кто захочет стать на их место. Вот этот Катрен посвящен борьбе с людьми, которые занимаются медитациями. Следует их учением, входят в их секты и так далее. При закрытых глазах, но открыв себя для античной прихоти и фантазии, уничтожит для себя одежду монахов-отшельников. Великий монарх накажет из-за безумства, их храмы, секты будут опустошены, сокровища выброшены вон. Вот что вам ответ на вашу медитацию. Были вопросы, что это такое. Так вот, при закрытых глазах, но открыл себя для античной прихоти, то есть для интереса антимира. И фантазия тоже. То, что получает кто-то чего-то, что-то во время этой медитации, это чисто фантазия и прихоть. Это совершенно вовсе не соответствует истине. подключаются такие силы, которые никогда вам ничего хорошего не сулят и не принесут. Уничтожат для себя одежду монахов-отшельников. Во-первых, значит, очень многие, кто сейчас занимается этими медитациями и входит в эти секты и организации, это тоже люди, которые в прошлых жизнях были вхожи в монашеские кланы и даже любили, в общем-то, были зачастую даже и отшельниками. Вот возьмите кришнаиту, посмотрите, ведь они вообще отбросили православную одежду вот эту монашескую, одели портки вот эти индийские, там, посмотрите, на кого они стали похожи. Это же, ну, буквально фугало какие-то стали. И там это сто раз надо сказать Хари-Хари, там, Кришна-Хари и так далее. Ну, это же ненормальные люди. Пятьдесят, восемьдесят, сто раз до одурения они говорят, пока у них уже вообще совсем не работают мозги. А потом начинается эта фантазия, этот бред и так далее. И там еще говорят о какой-то связи там с Богом, со Всевышним, с Раем, слушайте, ну, это же самая Великий Монарх накажет их за безумство. Под Великим Монархом идут космические законы. Не всегда под Монархом кодируется царь. Очень часто под Монархом кодируется закон, космический закон. Даже вот классическая генная инженерия тоже иногда кодируется как Монарх. Монарх это единственное в своем роде. храм и секты будут опустошены сокровища выброшены вон. Вот такое будет. Тело без души больше не будет жертвовать тления. День смерти превратится в день нового рождения. Божественный дух даст счастливой душе увидеть слово логос в его вечном значении. ну здесь как раз речь идет о том что люди получат многие расшифровки будет доказано что тело может быть и душа что может быть бессмертным и тело может быть бессмертным. Видите день смерти превратится в день нового рождения это будет на эпохе бессмертия. Смерти больше не будет даже если человеку положено уходить в тот мир сменить как говорится свое занятие то будет просто выход в нормальном состоянии ночью без всякой боли без всего выхода одного человека из тела эфирного а в это же тело будет вмонтирован другой человек. Ну замена может быть какой родственная вот например мать мать может передать это же тело дочери своей но вы учите что тело будет молодым стариков больше не будет где-то к 2000 году ну там еще плюс-минус там 5-6-10 лет и на территории России просто старых людей не останется они все перейдут в молодой возраст 20 лет это будет в общем полный вот так они будут выглядеть хотя при разуме совершенно таком ну зрелым не такого возраста отец сына может передавать сына отцу вот вот это тело свое божественный дух даст счастливой душе то есть пророку увидеть слово логос в его вечном значении то есть даст информацию расшифровку многим секретам божественное слово наделит субстанцию объемлющую небо и землю золотом скрытым в мистическом молоке когда тело душа и дух будут обладать полным могуществом под ногами людей станет так же светло как и в небесном чертоге ну который может быть наверное понятен всем то есть все станет ясно и открыто вот это очень интересный Катрын есть вопросы которые были заданы мне вчера в записках и вот этот Катрын является значит ответом на те вопросы братья и сестры плененные в разных местах будут все приведены к монарху на них будет неприятно смотреть так как их слуховые отверстия жилы подбородки лбы носы будут иметь ответвление и обезображены вот тоже насчет этого Катрына многие исследователи растерялись они подумали что Нострадамус писал в какой-то агонии и был не вполне в своем рассудке действительно но огромная толпа людей огромный народ обезображен носы лбы там подбородки в общем в жутком виде и как будто бы этот народ будет еще приведен значит к монарху так вот под монархом кодируется чистилище классические законы формы классические законы формы это монарх вот так же как и космический закон это тоже монарх в этом отношении классическая форма тоже монарх создана всевышним форма должна соответствовать точности оригиналу эталону а почему такая масса людей вдруг отойдет от этой формы и будет похоже не знамо на что речь конечно не о людях белкового плана эти люди уже будут на тонком плане в таком виде выглядеть здесь вы ходите на лечение к экстрасенсам идет лечение энергетикой вы идете в какие-то их учебные клубы гоняете энергетику туда сюда справа налево берете за руки еще по кругу там гоняют в общем один человек другому передает свои гены во-первых биополе содержит генную информацию она гораздо сильнее чем информация белкового тела потому что генная информация тонкого плана она является зародышем ко всему и человек мешает свою генетику вот с этой вот чужеродной генетикой и начинается видоизменение чужеродная генетика попадая в энергетическое поле самого человека тело энергетического человека начинает вызывать мутантные процессы всевозможные и на тонком плане у тонкого тела начинается искажение ответвление вместо нормальных ушей будут расти большие уши вот даже если этот человек был козел понимаете вот в потустороннем мире значит он имеет внешние признаки значит козла он имеет происхождение из этого животного у него копыта там рога и так далее но все равно для своей формы у него классическая классический вариант но зачем ему допустим слоновые уши еще но зачем например человеку происхождением из козла хобот как у слона или зачем слону еще дополнительно рога зачем кошечки кошечки то есть женщине происходящей от кошечки которая имеет там лапки но зачем ей роговение ног копыта но это все начинает понимаете это все начинает мешаться просто в жутком страшном виде и они все обезображены и вот видите какое огромное количество людей будет приведено к монарху вот к этой классической форме в чистилище огромное количество людей видите братья и сестры плененные в разных местах то есть попавшие в плен буквально кто идет лечиться к экстрасенсу кто идет там подучиться чему-то и так далее в общем вы попадаете в плен но совершенно по разным обстоятельствам если вы значит так вот мы тоже обмениваемся энергией обязательно даже этот обмен существует это закон природы обмен воды обмен кислорода обмен углерода и так далее но обмен энергии существует муж и женой обмениваются энергии вот мы с вами обмениваемся энергией Но этот обмен в рамках допустимого, в рамках границы. И с таким обменом организм справляется. На такой обмен есть иммунитет. Но когда идет направленная струя энергетики от другого человека к следующему, то вот с такой струей организм справиться не способен. Дальше. Ну вот на вас сейчас идет энергетика. Она идет, энергетика сверху. Вы не передаете друг другу. Я вам не передаю, вы мне не передаете. Там идет лечебная другая энергетика. Я не работаю с вами сенсорными методами. Не работает таким же образом с вами Кашпировский. Что делает Кашпировский? Что у него в руках? Один этот самый микрофон и все. Энергетика идет сверху, посылается, при том очень сильно, очень мощно. Вы сами видели. Просто усиленная струя другой живительной энергии от атмосферной цивилизации. Это совершенно другое лечение. Разве он заставляет вас гонять эту энергию взад-вперед, слева-направо? А что это такое? Иглотерапия, что ли? Нет, дыхательные гимнастики, пожалуйста. Ну что, там уже нет никаких этих пастов энергетических. Ну это тогда, слушайте, и бег, и всякая гимнастика. А что там есть, я не понимаю. Сам с собой, пожалуйста, делайте, что вы хотите. Но другому энергетику передавать, извините меня, это, ну, пощадите, вы будете приведены к монарху. Вот вам, которым доказательства, то, что я вам говорила раньше на других лекциях, другие заезды, вот вам подтверждение от Нострадамуса. Уж его-то вы, наверное, уважаете. А вот знаете что, надо тогда, в общем, подумать вам, правильно это или нет. Тогда дайте другую интерпретацию. Да, я советую совсем не обращаться. Ну не может экстрасенс вас вылечить на все время. Он может временно вам помочь. Да, чуть-чуть энергии там, но на какое-то время. Это не методы. Другие нужно методы использовать. Природные, настоящие, естественные. Зарядка, лечение питанием, голоданием. Ну, если они это советуют, то хорошо. Но если они вас лечат своей энергетикой, ну... Ну, из чего вы вдруг решили, что вы идете к экстрасенсу, у него лучше энергетика, чем у вас? Вот Катрен посвящен войне 1941-1945 года. Дикие звери от голода пересекут реки. Большая часть лагеря будет против гистера. И когда уже ничто не защитит дитя Германии, в железную клетку загонят знаменитого человека. Вот здесь гистер идет как Гитлер. Работает звуковое подобие. Значит, дикие звери — это его армия. Значит, и когда уже ничто не защитит Германию, в железную клетку загонят знаменитого человека. Почему? Вот почему-то вот опять-таки этот Катрен не был никем расшифрован. В железную клетку. Во-первых, когда нашли труп Евы, значит, и Гитлера, обугленные, то были изъяты, значит, череп, зубы и положены в ящик. И вот даже фактически, я сейчас не помню фамилию этой женщины, которая везла из Германии, из Берлина, вот этот ящик, где находились черепа Евы и, значит, Гитлера и зубы, она даже приковала себя к этому ящику, то есть, ну вот, привязала, чтобы в этот ящик ненароком никто не утянул. Они были вот в железном ящике, вот в этом. Видите, вот в железную клетку загонят знаменитого человека. Опять-таки о Гитлере. Из-за почести, которую город окажет великому человеку, и который вскоре проиграет войну, реки наполнятся кровью, люди погибнут, утонут, скончаются от удара острием. Он же сам, он же сам выбежит из ряда. То есть, сам по себе, никто его выгонять из ряда не будет, то есть, он покончит жизнь сам по себе. Они уходят, значит, приняв яд. Он сам выходит из ряда, то есть, из жизни. Выбежит из ряда. Который он посвящен Ельцину. Предпоследнее имя пророка он возьмет в день Дианы, в день своего отдыха. Его бешеный ум заведет его далеко. Он освободит большой народ от налогов. Во-первых, значит, я уже говорила, что Ельцин был раньше Иоанном Богословом. Им написан апокалипсис. Он был учеником у Иисуса Христа. Видите, предпоследнее имя пророка он возьмет в день Дианы. Когда на эпохе бессмертия Борис Ельцин поменяет свое имя, он возьмет имя Иоанна. Это ему даже так предписано. И он его возьмет. Видите, в день Дианы, Диана, слово Диана содержит Иоанна. Видите, как зашифровано, значит. В день своего отдыха. То есть тогда, когда он будет отстранен, устранен и уже не у власти. После того, как, значит, его попросят. Так вот, его бессмертия...